Сегодня несколько необычная пресс-конференция, потому что у нас в гостях бойцы и с очень интересным проектом, который предполагает передвижение велосипедами по Украине. Называется «Захидс Хит». Подробно ребята расскажут об этом и кто из них у нас сегодня. Константин Самчук, организатор велопробега, боец 12-го батальона территориальной обороны. Максим Скорик, участник велопробега, боец 12-го батальона территориальной обороны. И Евгений Епченко, участник велопробега. Расскажите, почему Харьков, почему такой маршрут, как ехали, с какими легкостями или сложностями добирались к нам в город? Велопробег мы запланировали из самой западной точки в самую восточную. Это больше, чем 2000 километров. Таким образом, мы хотели символично объединить Украину, показать личным примером, что можно ездить, путешествовать, как с запада на восток, так с востока на запад. Для того, чтобы люди больше знакомились, больше знали друг друга, и никто не мог навязать какие-то мысли, какие-то страхи. Страхи бандеросов, страхи в Москве. Плюс, наш велопробег является благотворительным. Мы собираем на карточный счет денег для помощи семьям погибших в АТО, ранним и тем, кто пострадал во время убийства. Всего велопробег длится 40 дней. Мы уже едем больше месяца, то есть мы уже три четверти проехали. Прокладывали путь так, чтобы проходил через большие города, чтобы мы могли, проезжая, больше привлекать внимание к проблемам тех, кто гордовался с войны, больше людей обращать по нашим мероприятиям. Что еще можно сказать? Мне будет проще, если мы тогда собрать вопросы. Я прямо из этой команды только 600 км проехал из Черкасской области, я присоединился, узнав буквально через соцсетей. Просто друзья мои из местного велоклуба предложили, поведомили про такой захист и предложили просто сопроводить хлопцей, помогать им, поддерживать их количеством для массовки. Я согласился, мне понравилось, понравилось то, что нас проводило по началу по Черкасской области всегда машина с полей помощи, впереди машина ГАИ, мигалки, все вступают. Дорога, видишь, как царь по дороге. Думаю, а почему нет, через билу Украины так проехать можно. И я решил до них приедать. Все очень хорошо, все устраивает, комфортнее, да, даже комфортнее, чем я предполагал. Я предполагал, будем жить в палатках, где-то в лесопоседе, под дорогами ночевать, закрывать уши, чтобы не чуть машин было проезжать. Нет, нас встречают везде очень хорошо. Есть договоренности с працанниками ДСНС, что это государственные службы на отличных ситуациях. Они нам помогают и с житлом, и с ежей. Так что все очень комфортно. Да и не за комфортно мы ехали сюда. Мы хотели без совершенства, привести влагу к этих проблемам, так сказать. Все очень хорошо получилось. Максим, можете подробнее? Скажите, пожалуйста, в чем особенность велосипедов? Просто так, как я сидел вчера. Самая простая особенность велосипедов в том, что они самые простые. Костя, например, про это не вспоминал, он единственный, кто едет с самого начала. Ну, с самого начала и до самого конца. Я так же присоединился в Черкасах. Я сам Черкас. И не смог стоять доехать до Милового через свиху країни. Вот в таком дусе. Велосипеди простые. Костя едет на трехлесном велосипеде, который сделан для людей с обмеженными возможностями. То есть, это свой, властный приклад. В принципе, мы все тут, не только мы, те, кто до нас присоединились на разных участках нашего велосипеда, одно из таких сильных вещей чувствовали, что они своим прикладом делают что-то хорошее. Хорошую справу. И не только, что там, за допомоги бейцам або пораненим, постраждалим от войны, а также и своим співучизникам в своем месте, в своем селе, ну, то есть в районных центрах, где мы остановились. Також он чувствовал себя частинкой чего-то великого, всеукраинского. Тому велосипеды простые. У меня особисто нема велосипеда, я свой позичок до Дня Незалежности, до конца велопробіру, мне проблем с ним не было. Спочатку за перший день проїду взагалі сомневался, багато сомневался, чи доїду взагалі. Великий був, была пауза в катальні, но никаких проблем, можно ехать и, я скажу, треба ехать. Я люблю, скажем так, свой край, знаю трохи историю из своего края, но заехавши в сусідню область, каждый день для меня был новый день, как я, в новой стране, в новых местах. И вроде, я засветую географ, и маю знать, что там делается, как, но для меня открытия каждого дня Полтавская область, Харківская, Харків, ну, вражений дуже багато, и я не могу навіть словами виразить, не такими словами виразить, те, чтобы больше людей это зрозумели, и повторяли, что-то таки, маленькие подвиги робили, дізнавались про свой край, свою країну, историю. Давайте вопросы перейдем, если есть вопросы, скажи. Да, можно задать, перестань. Дига 057, вот у меня вопрос, любой человек может принять участие в этом промеже, или только бывший военный, или военный? У нас, так, каждый, кто до нас приеднуется, а приеднуется по-різному, то есть люди, выезжают нам на зустріч, там, рано раненько, выезжают раньше, чем мы, из своей точки, где мы там ночевали, то встречают нас, едут с нами, проезжают через свое место, если мы там не остановимся, то по мере того, пока едем, то рассказывают про свое место, про спільноту свою велосипедную, то есть все завязано на велосипедах. Дехто проведет, целый день может ехать с нами до наступной точки, и дальше ехать с нами, и дальше ехать с нами, и где-то несколько дней с нами ехать, по-різному. Причому мы всем говорим, что каждый, кто с нами ехать, уже автоматически стал учасникам всеукраинского пробега, и в конце концов всех мы запамятали. Всям радуем долучаться до нашей страницы в Facebook, чтобы никто не пропал, может, кто-то забыл, для того, чтобы потом подвести таку риску, и все-таки забрати весь материал, который... Игорь Михайлович, мы ведемо щоденник, Константин щодня тексту, фото, информацию выкладывает на сайте самчук.org. Я по мере своих знаний учусь на ходу и прямо в бою так скажем, учусь фиксировать видео из наших подорожей, размонтировать при возможности, ну и так же видеоматериал показать. Я впервые в жизни это делаю на самом деле. Может, не мне судить, как они выходят. Это... Хорошо, скажите, как можно присоединиться к вам? Как... Можно прямо сейчас сезти на велосипед? Ну, сейчас... Нет, конечно, у нас такой отдых. Мы сегодня еще готовимся, селезбираем на завтрашний старт. Завтра мы стартуем с улицы Зерновой, там есть часть ДСНС о 5-й час. Рано. Всему будем рады, кто захочет подъехать и провести нас. Мы едем до Чугуева. В Чугуеве... Костя... Ну, в Чугуеве... Да, у нас заплановилась стримка. в Чугуеве... В Чугуеве... Дали Шевченкова и так далее. Дали в Луганче. Отправная точка и где будете финишировать? в Чугуеве... в Чугуеве... Да. Велопрогрех начался из Чопа. Это самая западная точка. 16 июня финишировать будем 24 августа в Луганской области. Это самая висточная точка. Присоединиться может любой на любую дистанцию. Хоть проехать с нами полчаса и вернуться назад, чтобы успеть на работу. так многие делают. Поэтому для нас и самих важен факт того, что нас поддерживает, значит, это кому-то нужно. И я думаю, человек, который с нами проедет, ему просто утренняя тренировка проехаться на велосипеде и плюс присоединиться к хорошему делу. А обратно вы тоже собрались? Нет, обратно нас вывезут уже. Но, да, часто задаю укроп. Тут такая штука, мы не профессионалы. Не сказать, что в первый раз на велосипеде, но такие совершения это для нас впервые. Для меня лично впервые. Я максимум ездил 40 километров на какой-то рыбалке по хорошим дорогам. В хорошее время, когда я учился в школе, у меня не было никаких взрослых проблем. Скажите, большая часть пути преодолена. какие города запомнились, как пролегал маршрут, где были сложности, погодные условия. Отпишите свои впечатления. Ехали, начинали ехать с Карпат, и основная сложность там была это рельеф. Мы едем, везем на себе свои рюкзаки, и перевал 900, 900, там, 30-40 метров было достаточно тяжело. Плюс там же в Карпатах у нас достал первый дождь, чуть промокли, в принципе, никаких там особых трудностей, пробитые колеса, иногда дождь. После Карпат началась равнина, и мы, в принципе, идем по графику, без задаваний. В среднем сколько человек в вашей группе получается? В среднем сказать тяжело, потому что где-то мы были, не что мы ехали вдвоем, а где-то 30 человек. Тернопольская область очень хорошо встречала, там большая велотусовка с нами ехала всю Тернопольскую область, провели нас аж техниничены, и после этого уже отправили нас, передали в хорошие руки и поехали назад. Это симметичная передача в вашей группе в другую область происходит? Или как? Ну, очень часто, да, так и есть, что велосипедисты провожают нас до границы с областями, и дальше нас встречают следующие велосипедисты, и мы едем дальше с новыми интересными людьми, всегда интересно пообщаться, узнать, познакомиться. Люди, скажем так, плохие люди к нам не присоединяются, потому что мы им не нужны, не интересны. Поэтому только хорошие люди, и такое складывается впечатление, что каждый раз, куда мы приезжаем, будто бы от одних родственников к другим родственникам. Все нас кормят, дают ночлег, дают возможность отдохнуть, все пытаются помочь, показать свой город, показать, конечно, с хорошей стороны, а нам тоже это очень нужно и интересно, мы выкладываем это каждый день у себя на сайте. Поэтому все, кто нас читает, все могут немножко приобщиться. Таким образом, не было еще, наверное, ни одного городка, даже маленького городка, чтобы там не было чего-то интересного. Всегда есть какие-то либо красивые ландшафты, либо достопримечательности, какие-то в изначние месяца. Едем интересно, с интересными людьми, по интересным местам. И чем дальше едем, то хочется еще больше. Почему? А, крайняя точка в Урганской области. Да. Ну, это самая западная точка восточной. У меня есть вопрос? Да. У меня уже представляется, Игорь, мы 57. не было ли у вас таких каких-то негативных моментов? Не встречали ли вы людей, которые бы осуждали ваш велопробег, которые бы негативно отзывались, или на сайте, или вот вживую? Вот вы едете на велосипедах, вас догоняют, в селе велосипед популярный, на селе стопей движения, вас догоняют, человек спрашивает, куда вы едете, ребята, вы пьете, у нас всеукраинский велопробег, схит, захит, захит, и он говорит, ему это не нравится, он не одобряет его. Были такие моменты? Я не припомню таких моментов. Все, кто просто проезжающие машины всегда сигналят, приветствуют, все, с кем мы разговариваем. На самом деле, тут, наверное, тяжело в этом проекте найти что-то негативное. Мы пропагандируем здоровый образ жизни, активный, спортивный. помогаем тем, кто пострадал, объединяем Украину. Я не знаю, нам не встречалось. Я уверен, что такие люди, может быть, и есть, но... Мы их не встречали. Да, мы их не встречали. Один случай, я припомню, он скорее исключение, которое исправлено или как-то, не знаю, смысл в том, что вы проезжали. Это уже было в Харьковской области, заехали в замок, посмотрите на Шарьковский замок, и уже когда выезжали, там ужасное бездорожье, незаметование дороги, и автомобиль. Кто-то из местных сельских ребят, не знаю, ехали, их там три человека было, и вот кто-то из нас не хотел уступить им дорогу, они хотели по хорошей дороге ехать, вернее, из того, что было среди дороги, они хотели по хорошей колее ехать, и там пару раз сейнальвы, ну, куда ж, в яму прыгать, ну, так, один раз услышали в свой адрес что-то такое неприятное. не поделили дорогу, да, ну, это не значит, что они прям плохо так к нам относились и для нашего велопропе. Интерес был несколько в другом. Да, да, скорее так. Вот как раз вопрос о качестве дорог, то есть вы смогли приехать и брошить из Украины и оценить по делу на своем собственном опыте, где дороги получились. Лично я на второй день, после второго дня, на третий, откупил себе новое Синдо, которое не должно быть на моем велосипеде, на шоссейном, таком, с тоненькими колесами, которые предназначены для асфальта. Меня это спасло, я меньше стал жаловаться на дорогу, но в принципе я все тоже вот так вот укладываю в небольшую такую фразу в нормальных странах дорога сама сама говорит всем вот я есть, едьте по мне, я создан для того, чтобы вы путешествовали даже на велосипедах. То есть садитесь, едьте, узнавайте мир, то, что рядом возле вас есть. У нас все совершенно наоборот, есть участки, которые вот чуть-чуть так вот напоминают такой дух, а в большинстве своем дорога так кривится, они говорят, ничего тебе дома не сидеть, ну зачем ты выехал, ну ведь можно сидеть дома и не напрягать свои причинные места. уже отошел я от этих всех мыслей, уже даже плохая дорога, ну как бы я знаю всю свою жизнь, какие у нас дороги, где-то лучше, где-то хуже, но в общем нехорошо. и все время все говорю ребята, мы же выбирали кого-то, кто-то должен, кто должен перед нами нести ответственность за состояние этих дорог, за наличие этих дорог. Я же даже не говорю про инфраструктуру, чтобы там на дорогах была разметка, просто чтобы ровная и хорошая была, мы уже сами нарисуем, если честно, это же не проблема. Так что дороги, дороги. В общем, дорога в зоне готова или отхода? Я был к ним готов еще раньше, хотя на самом деле, когда первый раз мы туда ехали, наше подразделение, я был очень удивлен, почему до границы Харьковской и Луганской области, ну вот скажем, после Чугуева есть одна дорога, заезжаем в Луганскую область, а там лучше. Как? Ну, как может быть Харьков восточная столица и все, ну, центр, вот, разных-разных вещей, центр, вот, и Луганская область, север Луганской области, малонаселенный, сельскохозяйственный и с лучшими дорогами, чем в области. Дороги везде плохие, везде плохие, там, я не хочу сказать, что, там, типа, вот, именно, если сравнивать, насколько плохие, типа, одни хуже, другие еще хуже, вот, и почему-то, вот, в Луганской области я очень плохих дорог не видел. Я вам покажу. Ну, я там много был, есть, нет, так, что же учитывать? Столицу восточную и маленькое село, маленькое село, маленькое, ну, дороги, это больший вопрос. Вы когда вы испытываете будете на границе Хайфовской и Луганской области? Хайфовской и Луганской это будет 22 число, утром 22 числа, это 7-8. мы как раз выйдем из Купинска и будем на парадство с Хайфовской. 20 августа вы в общем на границе? Да, мы будем заезжать. У нас будет помещало встречать наш патрион 12-й. На велосипедах? На велосипедах, в чем-то посолидно. Ну, вообще помогают наши побратимы Киевская МСК-спилковая АТО, помогают в организации. Плюс там в зоне АТО будет помогать наш 15-й батальон. Очень сильно помогает державная служба на случайной ситуации. Потому что мы практически в каждом населенном пункте, в каждом районном центре есть пожарная часть, в которой они всегда готовы дать нам крышу в околон. Всегда встречают, если мы ломаемся, даже помогают что-то подвезти, где-то там подварить. Такое тоже редко. Есть вопросы? Сколько человек за все первую часть посчитали? подвезти, ну точно еще не подбивали, но в общем я думаю где-то близко 200-200, может даже больше, если всех посчитать. Где-то было там 20-30 человек, где-то 2-3 и всего уже мы проехали 30 точек, уже только поэтому это выше 200. подвезти. А Харьков присоединился к вам? Здесь же людей не много. Ну, из Харькова ребята к нам присоединялись раньше. Один харьковчанин с нами ехал с самого начала, до Ивана Харьковска, и вот сейчас его в Харьково доехал, плюс тоже в Полтаве еще один харьковчанин к нам присоединялся. Вот пока страшно, у нас завтра заявок не поступал, но я надеюсь, кто-то решится и проедется с нами хотя бы до чего. Ну, это недостаток информации. Ну, может быть, потому что мы на самом деле сами едем, сами тут же выкладываем информацию, сами делаем фотографии, сами договариваемся за встречи. Ну, вот это и беда, я вас все-таки ищу, никто не знает из-за каждого сезона. Служу, прошел, и все. Я звонил Лубандину, начальника информационной службы МЧС. Да, мы знаем, мы их там телефоны дали, но мы, говорит, их не ведем. Вот это случай, что вот пресс-конференция. То есть, невозможно сделать материал, я для этого пришел. Мне нужен процесс. Вы там видите, мы каждый день там укладываем все, где мы находимся, доедем. Вы не поймите, вы же едете для чего? Для того, чтобы это люди знали. Для этого пресса должна это отразить. Вот я представитель национального военства, Украинфор, центральный некуда. Я хочу сделать репортаж. Смотрите, может быть, проблема еще в том, мы, когда прожили все города, в каждом городе, нас сразу же на въезде встречали пять-шесть камер. Так невозможно было знать, где города. Вы понимаете, вчера мы с коленами созванивались. Никто. Вот якобы в десять часов со стороны Люботина. Будешь же стоять там целый день и... Ну, мы сколько обсуждали этот вопрос, тут несколько таких пунктиков дошли. Во-первых, чуть-чуть, не повезло, понедельник, рабочий день. Мы ехали по Харькову, мы встречали велосипедистов, которые ехали на работу, мы им, давайте с нами, они нас приветствуют, они бы очень рады, но говорят, извините, на работу. Другой пунктик, это были выходные, могли расслабиться и мы могли расслабиться. Ну, в плане, как, а, с интернетом появились проблемы, вот, то есть, не полностью можно было, так вот, чаще или, ну, актуализировать информацию, но, в принципе, при, я лично выкладывал даже свой номер телефона, ну, при въезде в Харьков, ну, когда мы к Стэри подъехали, мы понимали, что мы на полчаса, там, или на час раньше так получилось, вот, с Любодена не хотели отпускать, вот, они так и сказали, вы сегодня остаетесь здесь, поэтому, тут, ну, как плохо, ну, нельзя сказать плохо, да, получилась незадача, небольшая, ну, это, тут такое бывает. Я думаю, что есть возможность это информационный вопрос заполнить и компенсировать. Вот, я же, в каждом городе, в котором мы заезжали, нас, даже если мы не делали никакого анонса, нас сюда встречали журналисты и находили, потому что мы, ну, спилка в этой ранней в АТО, Киевская, во всех городах писала официальные письма, что так и так будет велопровек, тогда-то, тогда-то. Может быть, там нету точной, точного времени, но мы же не едем на рейсов автобусе, мы едем на велосипедах, где-то встречный ветер, и это уже нас может на час задержать. Ну, из, там, семидесяти километров на час нас может задержать. Еще один вопросик. Я предлагаю задать еще один вопрос. Это не вопрос, а комментарий. Если я не ошибаюсь, на сайте МЧС была открыта информация о том, что это велопробег, выезжали в Украину, было предупредили заранее, по-моему, вчера еще. Я эту информацию увидел, вот, собственно, я здесь, я, к сожалению, не смог выйти вас встретить, потому что был на работе, однако, информация была на сайте МЧС со скотинами даже, фотографиями, изображена была. Если можно, вопрос задаем. Сейчас. А что касается цели вашего автопробега, вам удалось собрать какое-то количество средств? Какое-то количество собрали, но пока немного, сейчас чуть больше 8 тысяч. или вам всего лучшего собрали. Я бы сказал, цель не одна. Я начал следить за велопробегом с самого начала, ну, с Костей мы знакомы, и тут в интернете, само собой, связь уже есть, контакт, и начал следить с самого начала. Каждый день отчет, это так, вау, ну, впечатления, такие, сидишь дома, много за компьютером, и думаешь, что я тут делаю в офисе, или там, ну, за компром, на работе. Так вот, за половину маршрута, пока я сидел дома, в гости с ребятами ехали, я думал, ну, как это от нации, не может такого быть. На самом деле, целей мы еще не посчитали сколько, но их много. Например, я просто скажу, например, в велосообщество, оно, ну, да, оно разрознено в каждом месте, но, а почему бы, хотя бы таким способом не собрать. Вот, это актуальный вопрос в больших городах, вот, он не менее актуален в маленьких городах, где, может быть, даже больше пользуются из-за сеперами, вот, для, ну, жизни. Одна из целей взаимопомощь, такая вот информационная, я из Черкасской области, я не до конца знаю, как я могу, что я могу нового узнать о Полтавской области, я вам скажу, я столько нового узнал, что я чувствую себя нехорошо. Я, очень у меня самооценка так пострадала в этом плане, и я думаю, я с этим буду работать еще больше, потому что это, ну, лично для меня это ненормально, настолько малоосведомленным быть. Целей много, они разные, ну, в основном все хорошие, вот, почти везде проскальзывает одно слово, взаимопомощь. Вот, то есть, взаимопомощь для СНС, вот, нас и ДСНС, то есть, они нам помогают, это безотказные люди, они настолько, ну, простые, эти, спасатели, то есть, рядовые, полковники, подполковники, они вот так вот, вот это вы даете, хотя на самом деле, кто из них, из нас всех герои, они герои, какие же, ну, мы ничего супергеройского не сделали, мы попытались, в, так, как простые люди, выйти за рамки своего комфорта всего лишь, вот, а, какие рамки у них комфорта на работе, вот, с военными, я бы, наверное, мое мнение очень субъективно, я не буду говорить, много, много, простые люди, вот, нас встречают, и говорят, вы делаете классно все, вот, мы, мы не знаем, как вам сказать спасибо, то есть, в каком, ну, не в каком-то, в небольших селах, городках, вот, все восхищаются и понимают, что они тоже как-то, что-то пропустили, вот, взаимопомощь, мы помогаем им, рассказываем, что им интересно, ну, на самом деле, много чего интересного, они наскорбят вообще, они наскорбят горщом, ну, взаимопомощь в разных целях. Еще раз, скажите, когда выезд из Харькова и... Из Харькова мы выезжаем завтра, как бы, в 5 часов утра с улицы Зерновой от пожарной части. Спасибо большое. Спасибо вам.